В Краснодаре завершилась краевая агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка». Проходила она в течение четырех дней. В ярмарке приняли участие более 800 аграриев со всего Краснодарского края, в том числе и из Славянского района. Наше муниципальное образование представляли около 20 участников. Своими впечатлениями они поделились с нашей съемочной группой. Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» в этом году проводилась в восьмой раз. На площади 3,5 гектара выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград-Юг» разместились 12 зон. Фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и индивидуальные предприниматели были представлены кластерами – пчеловодство, птицеводство, садоводство, растеневодство, продовольственные товары, народные промыслы. На ярмарке можно было увидеть и даже попробовать все, что выращивают, производят и перерабатывают на Кубани. Ярмарка нам очень нравится. Очень продуктивно проходит ярмарка и в плане продаж, и в плане знакомства с новыми потенциальными клиентами. Свою продукцию мы производим в городе Ейске. Из цельного молока мы работаем с фермерским хозяйством. Из натуральных сливок в нашем мороженом нет растительных жиров. У нас представлена ягода на пектине, пропаренная без сахара. Диета, диабет, здоровое питание. Так что милости просим. Из Славянского района тоже приезжаем на дни города, на мероприятия. Планируем сотрудничать обязательно со Славянским районом по поводу садоводства, так как нас интересует виноград, можно пустить в производство, а также сливовые растения. Славянский район в Кубанской ярмарке принимает участие уже восьмой раз. В этом году товары и продукция славянских сельхозпроизводителей была представлена во всех кластерах, начиная от растеневодства, садоводства, виноградарства и заканчивая цветоводством и птицеводством. В основе экономики нашего района промышленность и агропромышленный комплекс. Сельским производством занимаются 32 предприятия, из них 19 – рисосеющих. Треть – Кубанского риса, это Славянский район. Ежегодно по итогам уборки урожая риса район входит в тройку лидеров среди восьми рисосеющих районов Масадарского края. С любовью и желанием трудятся славянцы на земле. У нас более 120 крестьянских фермерских хозяйств. 20 тысяч личных подсобных хозяйств. В них производится мясо и молоко, выращиваются овощи, фрукты и зерно. Каждый район подготовил для участников ярмарки презентацию своей продукции. В этом году в выставке приняли участие 16 славянских сельхозпроизводителей. Для них это возможность не только продемонстрировать свой товар на рынке, чтобы о нем узнали за пределами района, но и пообщаться друг с другом, обменяться опытом, наладить сотрудничество. Славянцы с удовольствием принимают участие ежегодно в этой ярмарке. Ну и добиваются, естественно, очень хороших результатов. Неоднократно уже получали гранты, занимали призовые места, как первые, так вторые, третьи, практически во всех номинациях кубанской ярмарки. Это хорошая площадка также для дальнейшего продвижения товаров, которые производятся в Славянске на Кубане и в Славянском районе. Постоянный участник кубанской ярмарки – Черноярковский рыбзавод. На предприятии производят более 200 видов рыбной продукции, которую отличает высокое качество и, что немаловажно для покупателей, доступная цена. Посетили традиционно кубанскую ярмарку, всегда приезжаем отсюда с наградами, в этом году тоже надеемся, прославляем свое предприятие, Славянский район. Плюсы этого мероприятия видим в том, что, во-первых, доступность всего Краснодарского края, так как краевое мероприятие, увидеть нашу продукцию качественную, какие-то новые сотрудничества мы здесь находим. Не пропускают ни одной ярмарки и агрофирма «Приволе». Для своих потенциальных клиентов они провели дегустацию своей продукции. В этом году они решили привлечь покупателей новыми видами сыров. «Последние новинки нашей продукции сыров – это сыр моцарелла, потом скаморцев, тоже итальянский сыр по итальянским технологиям, из молочной продукции – это йогурты. Ну, в общем, потихоньку, как можем, расширяемся. Что можно делать с натурального молока, то, конечно, делаем». А продукцию агрофирмы хорошо знают за пределами района. Среди жителей Краснодара уже появились постоянные клиенты, которые даже на ярмарку пришли только ради того, чтобы купить товары, сделанные в «Приволье». «Я традиционно посещаю эту ярмарку каждый год, мне очень нравится. Сама атмосфера очень приятная. И традиционно я тоже всегда покупаю у этой фирмы «Приволье» продукцию. И даже не здесь, даже на ярмарках, которые проходят на ДСК, допустим, где-то, на Торбеково, я стараюсь покупать эту продукцию, мне очень нравится». Кубанская ярмарка проходила в течение четырёх дней. В рамках деловой и культурной программ здесь прошли круглые столы, совещания, презентации и дегустации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, открывший выставку, отметил высокий потенциал кубанских сельхозтоваропроизводителей. «Наш регион – это житница России, а это ко многому обязывает». «Я уверен, что сегодня у нас есть те новые горизонты, где кубанская продукция смело может зайти и на внутрироссийский рынок, и самое главное, не просто вычистить, а быть конкурентоспособной любой импортной сельхозпродукцией. Мы это сможем». Товары под брендом «Сделано на Кубани» должны подаваться во всех уголках России, и проведение сельскохозяйственной ярмарки этому, безусловно, поспособствует. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо. Продолжение следует...